В Ульямской области занялись оздоровлением по ТП-1. Госпредприятие обещает вернуть качество оказываемых услуг пассажирам. Как отметил глава региона, за последние 9 месяцев удалось продвинуться вперед в этой работе. Государственное предприятие должно стать фундаментом для наведения порядка с общественным транспортом в регионе. У нас впереди много планов. Мы будем развивать транспортную сетку, новые маршруты. Вы знаете, с 1 января будут открыты и будут они осуществляться именно автобусами нашего с вами предприятия. Мы в декабре должны с вами закупить 50 новых автобусов. В планах середины следующего года еще будем увеличивать автопарк. В планах еще 100 автобусов современные, низкопольные, экономные. Вот, безусловно, будем так же внимательно заботиться и о персонале. Сейчас идет активный набор водителей. За полтора месяца на автотранспортное предприятие трудоустроено почти 50 человек. Повысили заработные платы в этом году. В общем, заработная плата составила 50 лет лично сегодняшний день у водителя. При том, что еще 9 месяцев назад она составляла порядка 38. А средняя зарплата на предприятие увеличилась за этот год на 35% в среднем. Обновление происходит и на самом предприятии. Заменены кровля, окна. Также немаловажным аспектом стало то, что за 9 месяцев компания справилась с долговой нагрузкой на 80%. Уже через полгода ее и вовсе не будет, обещает руководитель автотранспортного предприятия.